Итак, дорогие друзья, этот момент настал, и я хотел бы представить вашему вниманию наш новый проект – это научное направление в области подготовки молодых ученых для написания статей в научные журналы, докладов, конференции, презентации, подготовки тезисов для сборников, создание и обработка фото и видеоматериалов в разумных пределах, и сопровождение с достижением определенного результата в виде количества статей, тезисов и общего объема научного контента, обоснованного исследованием, подтвержденного и оформенного в соответствии с требованиями журналов ВАГ или Скопус, Вэпл Сайенс и так далее. Это регистрация и получение всех авторских номеров и кодов и так далее в российских библиотеках e-library, а также ResearchGate с возможностью генерить DOI-ключи, уникальные цифровые номера объектов, которые регистрируются в международной базе и имеют аффилиацию с авторами, если все данные заполнены вверх. И это настоящее видеоотчетное. Мы хотели бы показать проект, который мы сделали для одного молодого ученого. В интернете это будет находиться на сайте стоматологического магазина «Ромашка» в разделе «Видео». И как раз вот этот первый раздел «Научный журнал». Вот здесь представлены уже видеоролики, которые описывают процесс подготовки. И здесь же будет теперь результат, которого нам удалось достичь. Также я хотел бы вам сказать, что в связи с этим все функции переложены на новую структуру, которая будет называться «Академия хлорофилла и кары осины» и носить исключительно направление научной деятельности, не занимаясь образованием. Потому что образованием можно заниматься на сегодня и в рамках частных семинаров. Работа была нами проделана за два месяца. У нас было 10 встреч в интернете очных, где разбирался результат какого-то этапа промежуточного чтения статьи, перевод, подготовка, компоновка, поиск новых источников и так далее. Мы занимались переводами статей, мы выделяли важные детали, мы научились нескольким полезным навыкам для начала работы и систематизации данных. Мы обсуждали открыто, чем дальше двигались наши занятия вперед, тем мы обсуждали более это аргументированно, потому что появлялось определенное информационное поле. Мы сформировали какую-то уникальную модель или полезную вещь, которой нет, исходя из того, что мы нашли и как это описано. И поскольку мы искали последующим уже по ключевым словам, было очевидно понятно, что наше предположение подтверждается. И то, что мы можем предложить в научном плане, это может иметь практическое значение в той области, которую мы изучили. Мы согласуем обязательно с другими участниками и авторами, и с авторами, и с журналом публикации этих статей в каких-то конкретных журналах с заданными показателями. Мы, конечно же, записываем видеодоклад, вот как сейчас вы видите по данному кейсу. И мы ставим в очередь какие-то полезные идеи на будущее, параллельно создавая несколько файлов. Это вы найдете на сайте, как раз в разделе, как строится занятие, и что полезного оно несет в себе. И зачем нам встречаться 10 раз, потому что, конечно же, это очень важный этап, и это помогает быстро втянуться в работу и определить для себя правильное направление, и методически работать верно для того, чтобы тот результат, который мы ставим в самом начале, он достигался. В разрезе этой темы мы планируем также выпуск научного журнала. Работа эта уже ведется, в этом году, я думаю, что мы покажем, либо в конце марта, либо в начале апреля, наш первый выпуск, в который войдет 12 рубрик актуальных, то есть сама публикация, это презентация, пример по одной и той же теме, тезисы, патент, связанный с этой тематикой, это какая-то реклама, очевидно, конференции с докладом, что тоже должно быть, естественно, это вебинар, который идет в разрезе, уже записанный из архива, это какой-то мультфильм из анимации операции Леопласт, тоже архивный, это фитодентология, ролики по изучению свойств и электронного учебника на эту тему, это компоненты фитодента, это более подробное и глубокое изучение и современный взгляд на те компоненты, которые мы используем и их полезные биологически активные эффекты, целесообразность их декомпозиции, превращение в фармацевтику или сохранение как растительной терапии, например, ну а также изучение различных смежных областей, таких как, например, метаболический менеджмент, на который вот пока у нас действительно нет никакого молодого ученого, и эта тема, скорее всего, будет позже. Еще одна рубрика – это статья из другого журнала, это обязательно клинический кейс, подробно разобранный, и видео на модели. И поскольку это, по сути, все те же самые моменты, которые, в общем-то, подразумевается изучать в течение двух месяцев, то вот сейчас мы покажем из этой рубрики, например, презентацию, которая как раз вкратце, чтобы было понятно. Это презентация доклада, 41 слайд у нее, в нее вошел. Ну и что тут? Ну, понятно, благодарности в конце, выводы все оформлены, результаты, страницы пренумерованы, сами клинические кейсы с описаниями, указаниями авторов, оформленные и подготовленные фото, сам фотопротокол, который был отсмотрен, ну, понятно, что у другого пациента, и сравнение – это измеримые показатели ДИСН, которые нами были выбраны, придуманы, научная, собственно, часть тоже – это измерительные средства, и материалы исследования – это таблица, которая нами была разработана как паспорт оценки результатов. Это уже используем нами давно, таблица фенотипического планирования, на самом деле, с 2013 года, это год публикации. И протокол введения пациентов, описание свойств той продукции, которую мы используем, они огромные какие-то фотографии, как долго загружаются, но в презентации, в общем, они видны намного лучше. Ну и так далее, это мы тоже разберем обязательно, патент, как мы и смотрим, да, что он связан. Вот так выглядит презентация, которую мы делаем для молодого ученого и совместно с ним для доклада. И они имеют оригинальное оформление, это то, что уже напечатано по этой тематике, сейчас, на самом деле, в два раза больше этих работ, и актуальность самой статьи, и так далее. Мы двигаемся с конца, да, понятно. Перечень авторов, который вошел в данный конкретный доклад, ну, в том числе, молодой автор, занимающий первое место по праву, поскольку больше всех активнее работал, из всей команды. Понятно, да? Это только назывался доклад. Ну и возвращаясь к этой теме, могу сказать, что, конечно, 10 занятий могут быть проведены и быстрее, если есть понимание, но в данном случае мы не торопились, чтобы все-таки был пример показательный. И было понимание того, как строится процесс, и откуда берется результат, а не просто потому, что мы являемся там одним из продуктов уже существующих. К сожалению, в России нет такого понятия, как научный менеджмент, хотя за рубежом я тоже его не встречал, но уверен, что наверняка есть подобного рода какие-то сформированные структуры, ну, или самостоятельные бизнес-единицы, которые не являются, на самом деле, официально исследователями, и кому удается не только двигать свои собственные какие-то продукты и темы, заниматься наукой ради результатов собственного коммерческого труда или производственного, но и также заниматься созданием команд рабочих для изучения различных проблем именно мультидисциплинарно, когда мы можем рассмотреть это с помощью физического оборудования и доказательных методов биологических на различном уровне, там, бактериальным, клеточным, организменном, макро-микро, гистологии, там, все что угодно. Ну, и также мы можем придумывать какие-то еще полезные взаимодействия для подтверждения фундаментальных исследований, как, например, разработка классификации или, там, доплерографическое определение показателей Дисны, там, кровотока, лимфотока, показатели кофакторов и прочее. Продолжение следует...